Всем привет! С вами снова Елена Беседовская и сегодня у меня в гостях моя любимая доченька Александра. Пасхи мы уже приготовили по нашему семейному рецепту. Ссылочка на это видео сейчас всплывет на ваших экранах. И в общем-то рецепт я могу поставить еще внизу под видео. А сейчас мы будем приступать к творчеству. Что мы будем делать, Александра? Сегодня мы будем украшать пасхи DIY, то есть сделай сам. И мы будем украшать, мы сделаем традиционную белую глазурь из белков. У нас в этом году очень много яиц. Яйца шоколадные, яйца с орешками, яйца с глазурью. И мы, наверное, в этом году сделаем вот что. Куда складывают обычно птички свои яйца? Гнездышки. Я сделаю гнездышко из маренги. И это будет рецептом внизу под видео. А ты сделаешь в это время белую глазурь. И еще мы покрасим яйца. Как мы чуть не забыли, правда? Сейчас мы будем делать красоту. Маленькие свои шедевры. А вы любуйтесь, наслаждайтесь. Я надеюсь, это вас вдохновит для ваших новых подвигов на кухне. Итак, чтобы сделать гнездышки для наших украшений, мы сейчас зальем белок с сахаром и солью. Рецепт. Три белка, девять ложек сахара и щепотка соли. А где я взяла белок? Я готовила паски и у меня там остались. Вы можете посмотреть по рецептам. Что мне нужно для того, чтобы, собственно, приготовить гнездышко? Мне нужно очень хорошо взбить мои ингредиенты в белую пену. Итак, белок готов. Пергамент на жаровне. Давайте делать гнездышки. У меня семь пасок из моего рецепта. Одни побольше, другие поменьше. Поэтому и гнездышки будут разного размера. Так, а еще я побалуюсь и сделаю немножко безэшика. Я использовала весь белок. Безэшки всегда могут быть украшением ваших пасочек. Разогреваем духовку до 110 градусов и отправляем наше изделие где-то на час. Для того, чтобы яйца покрасить, их нужно сначала сварить. У меня на эту процедуру уйдет минут 10. Курочка снесла яички, а мы их отварим. Во время карантина я не могу пойти на базар. Я иду в магазин. И, соответственно, они у меня промаркированы. Но самое главное, что они свежие. Сашуль, вводная для того, чтобы сделать глазурь, мы берем 1 белок, 3 ложки сахара и щепоточку соли. А дальше трудись, взбивай. Саша, а знаешь, как проявляется готовность до белка взбитого? Нет, не знаю. Ну, ты должна перевернуть вот эту чашу. Если не переворачивается, не переливается, значит, все хорошо. У тебя переворачиваться, еще работай. Проверяем качество твоего белка. Оп, знаешь, ничего не падает. Значит, мы сделали хороший белок, хороший белый глазурь. Так, Сашенька, ну что, ты прямо бери пасочку, да? И окунай ее, вот так проворачивая, окунай ее в белок и ставь на место, и бери следующую. А ну-ка. Получилось? Да. Видишь, как все легко и просто, да? А ну-ка. Эй, давай еще поработай. Поработай хорошенько с куличом. Оп. Вот, кстати, для нашего внездышка будет красиво, да? Можно я одну сделаю, Саша? Да, конечно. Спасибо. Так, а ну-ка. Я тоже хочу. Здорово, да? Да. Ну, лизни. И что? Очень вкусно. Видишь, а ты говоришь, что не умеешь готовить. Уже все правильно? Все. Итак, у нас есть пищевой краситель. Мы эту краску покупаем уже много лет. Она нам нравится, она очень интересная. У нее очень приятная жемчужная текстура получается. И мы сейчас это вам продемонстрируем. Но меня беспокоит, что здесь всего три краски, Саша. Это не сильно мало. Ну так, смешаем? Да. Поехали. Глазурь у нас уже немножко застывает на пасках. Мои маренги готовы, подсушились. А теперь мы им дадим остыть и будем уже, собственно, собирать наши красивые изделия. Мы приступаем к самому красивому мероприятию за сегодняшний день. Это молотые фисташки. Это будет имитация зеленой травы. Итак, у нас есть гнезда, у нас есть зеленая травка и у нас есть белое полотно, на котором ты сейчас нарисуешь новую историю Пасхи. Сеем травку, ставим гнездышко. А сейчас, чтобы яички не рассыпались, не вывалились, я все-таки добавлю нашей глазури и таким образом мы приклеим яички к гнездышку. Ну что, красиво? Мы так еще не делали, да? Вообще так замечательно. Смотри, это не камень, это шоколад глазированный. Он похож на... Проверила, хорошо? Да, да. Слава Богу. Он похож на камешки. То есть есть же гнездышки, которые и на камешках стоят, правильно? Ну что, выгружаем гнездо. Классно. Классно. Или может хватит три, Саня? Да, наверное, хватит три. Достаточно, да? Ну что, Санечка, еще один день каротина прожит не зря. И мне кажется, что вот те знания, те умения, которые ты приобретаешь, а я совершенствую, останутся в наших руках, в общем-то, навсегда. Это и есть преимственность традиций, это и есть то, что мама может передать дочке, а дочка будет передавать новому поколению. Да, это точно. Это как папа говорит, все, до чего ты дойдешь сам, своими руками, своими мозгами, навсегда твое. Вот видишь, как мы в унисон, у нас в семье такие вот традиции, делать все красиво, по-доброму, с любовью. Вот все-таки Пасха это какой-то некий такой большой символизм, который говорит о том, что жизнь продолжается, несмотря ни на что, несмотря ни на какие карантины. Карантин когда-то закончится. И главное, чтобы у вас осталось желание жить, желание творить, желание любить. Мы сегодня вам показали достаточно яркую передачу, я думаю, что она будет вам во благо, и вы сможете вдохновиться нашими идеями и сделать для себя, ну, возможно, еще лучше. Творите как я, творите как мы, творите лучше нас. С вами были Елена и Александра Беседовские. Пишите, комментируйте, лайкайте, подписывайтесь на наш канал. И всего вам доброго, со светлым праздником Пасхи. До новых встреч в эфире и смотрите наше новое видео, которое вы видите слева и справа на своих экранах.